Доброе утро всем! У нас опять дождик. И там вот газ развозят. Стою, караулю, чтобы ему крепнуть, чтобы он мне одну бутылочку-то занёс. Вот у нас одна кончилась, одна есть. Ну, чтобы вот было, не ездить за ней. Вот стою, караулю. На улице 12 градусов, зима в полном разгаре. Куда он ушёл-то? Мужчина в их узе. Мужчина с оранжевыми баллонами. Куда вы делись? Соседка вынесла все цветы, чтобы они поливались. Весь день лёд, дождь. Окна мои зря мыла. Цветочки поливаются. Чарли, Чарли бежит. Чарли бежит. Кто тут такой прибежал? Кто тут такой прибежал? Скажу всем, привет, привет. Я там ж папе лопал, завтракал, да? Ты завтракал? Ну, где он есть-то? Ай, вон он. Всё, пойду, пойду, пойду принимать заказ. Кстати, сегодня последний день дождя. А потом, в течение 10 дней, его не будет. Ах, 11-е. Конец карантина. Предполагаемый конец. Я так не думаю. Что он будет, он закончится через 10 дней. В общем, я пришла завтракать. У нас ещё тут кусок, кусок бисквита без кекса валяется. Можно сказать так. Так вот всегда в охотку всё съедим, а потом не доедается. Ну, я сделаю тост из своего хлебушка. Чем не знаю. А, с рыбкой, у меня же рыба есть. Что это, не знаю. Что я знаю. Сейчас забрасываю творожным сыром из рыбки. Ммм. Здесь день её дождь. Дождь зануда, дождь со знайком. Да, он, кстати, сегодня весь день будет идти. Такой нудный, знаете, такой вот. Не прям дождь, а так вот что-то. Ну, ладно. Я дожди люблю. Чем-нибудь займёмся. На улице апрель. А у нас вон, снег всё выпадает. Прикол. И прям снегом пахнет. Правда, вот такой вот снежной погодой. Всё, там уже, видите, нету. Облаков ничего. Почта у нас, кстати, работает. Разносят почту. Так что вот такая там зима холодно. Там лето. Что хотите, то и выбирайте. А я пойду заниматься зарядкой утренней. Буквально 10 минут назад было 14 градусов на улице. Дождь, друзья. И сейчас 18 градусов. Представляете? Как быстро меняется время. Поэтому я сейчас пойду. Я ещё даже не позанималась. Я пойду сейчас брови покрашу. Потому что я смотрю, думаю, что-то я без усов, без бровей, без глаз, без ресниц. Ну вот. Это, наверное, для маскировки. Чтобы я, когда с Чарли гуляю тут на нашем пятачке, меня полиция не увидела. Хотя вчера проехали, они на меня посмотрели. Вот. Так что вот пока я буду брови краситься, я позанимаюсь. И пойду с Чарли гулять. Потому что у нас прям совсем развеялось, развеялось. Замечательная погода становится. Вот. И можно даже погулять нормально. Вот там на пятачке с Чарли. У меня всё утро у вас. Вы смотрите на этот день. Ладно. Пойдёмте брови покрасим. Субтитры подогнал «Симон» Выглянуло солнышко. И мы быстрее на наш пятачок. Слышите, как укукает? Вообще, какие-то каждый день, как это. День сурка. Встаёшь, завтракаешь. Зарядка. Готовка. Ешь телесериал. Опять. Опять. Чё там? Чё опять-то? Опять занятия. И так вот. А ну вот, на наш пятачок ходим ещё. Хотя, знаете, у нас очень много разных бесплатных курсов появилось. Даже моя связь телефонная сегодня прислала много разных кодов на разные... Ну, в основном детям. Для детей изучение английского бесплатно. Курсы. Вот прямо они пишут. Код именно на время карантина. Рисование. Ну, в основном всё для детей, чтобы занять детей чем. Английский, рисование. Ещё что-то, не помню. А, они... Раньше они мне присылали код тоже на фильмы. Какая-то... Сейчас много разных этих вот... Кто фильмы даёт, платные, да, показывает. Вот. И там они дают код тоже. Но у нас телевизор сейчас вообще непонятно какой. И подключить к телевизору этот код нереально. Я так подумала. А на ноутбук... Ну, ноутбук. Ноутбук нет никакого смысла, потому что по ноутбуку я смотрю сериалы русские. И вообще, я вот только... Ну, телевизор я смотрю. Вот сейчас утром посмотрела. Что, почём, как у нас в стране. Кстати, вы знаете, у нас очень большой процент смертности. Из-за того, что реанимации все переполнены. Врачи... Ну, просто реанимации переполнены. И всё. И поэтому люди... Очень большая смертность. Просто их нечем лечить. Нету вот этих вот аппаратов для дыхания. Которые... Которые и помогают выжить, да. Ну, так как переполнены все... Все... Как они? Господи, я только сейчас, кстати, сказала. Поэтому... Но у нас и очень большая, большая численность выздоровевших. Мы на втором... После Китая на втором месте по числу выздоровевших. Людей. То есть, у нас очень... 26, что ли, тысяч. Я в Инстаграм уже выставила сколько... 110 тысяч с лишним уже зараженных. Вот. И 20 с лишним тысяч у нас выздоровели. То есть... То есть, не только умирают. И это при том, что... Власти и вот все медики говорят, что у нас уже стабилизировалось всё. И показывают вот эту линию кривую, прямую, или как её показывают, что неделю назад увеличение больных было 20%, а сегодня 7% заражаются. Вообще, какая-то страсть. Так вот, вкратце вам рассказала о нашей ситуации в стране. Но это потому, что я только что посмотрела новости. И, как говорится, по горяченькому. Пока не забыла. Так что вот так. Сейчас в кармане у нас, кстати, у меня, знаете, что находится, кроме перчаток, как он называется, санитайзер, санитайзер. Я не помню, где купила, в каком-то... С Меркадона шла, в магазин зашла, в котором я покупала... Ополаскиватель покупаю. В открытом доступе, бери сколько хочу. Вот такой вот здесь, 120 миллилитров. Евро 80 стоит. То есть, буквально неделю назад их не было, а сейчас я просто зашла. В аптеке нет. А вот в этот магазин, там средства личной гигиены, вот. Я у нее просто говорю, есть спирт. Она говорит, спирта нет, но вот это. Есть вот этот вот обеззараживатель. Я говорю, о, говорю, давайте. Она, сколько? Ну, я говорю, дайте два. Потому что на всякие пожарные. А то я все хожу со спиртом, он у меня уже заканчивается. Там буквально две капли. А это, видите, как он маленький, положила в карманы и хожу. Пипец, да? В карманах, кроме пакетика для Чарли, у меня теперь спиртовая вот эта фигня и перчатки. Вот ездят разные машины там, чтобы обеззараживать. Только я и смысла в этом не вижу, потому что дождик прошел уже, наверное, и так все смыл. Так что вот так вот рассказала вам немного о нашей ситуации. Карантин до 15-го числа точно уже, а потом, мне кажется, до мая будем сидеть 100%. Если бы было на что сидеть, знаете, а то ведь я про себя не имею в виду. У меня все, как говорится, схвачено. В том плане, что я человек, ну, я знаете, у меня как бюджет складывался, вот как и говорят, 30% отложи, а остальное потрать. Я так и жила, поэтому тратим вот эти 30% отложенные. А вот есть люди, у которых вообще нет, которые вот жили в кредит, у которых, Чарли покакал, в общем, у которых нет средств к жизни. Я не знаю, как они. Очень жаль, конечно, их. И, ну, ничего, мы выберемся обязательно, просто нужно высидеть дома. Я думала, думала, что бы мне приготовить. Мужу-то я отвариваю рис, вот, вот этим вот, который я делала с фунчозой. Думаю, а себе, а что бы, есть курица, гриб. Мы вчера съели, вот я два крыла съела. Муж, грудинку, грудинку. Грудь курицы, короче, съел. Остались ляжки. Шурму буду делать. Хо, как вам? Такая тема. Я ее слепила из того, что было. А потом, что было, то и накрутила. В общем, приготовила здесь. Лавашики есть. Вот эти, кстати, лавашки из оргампу. Они такие тонкие, такие классные, такие вкусные. Сыр есть вот такой. Разные овощи. Соус у меня тоже есть. Есть соус Цезарь. Можно полить все. Это соусом Цезаря. Соус Цезаря. Вы поняли. И все. Сейчас буду собирать. Блин, вкусно. Обожаю шаурму. Может быть, классно получится. А вы делаете дома шаурму? Я знаю, есть много разных рецептов. Но мне кажется, вот такая будет вкусная. Рис варится. Рис варится. Собираем нашу шаурму мясом. Это Чарлин кусочек. Это тоже Чарлин. Ой, а это что? Кости какие-то у меня тут. Так, потом. В общем, все по порядку. Тик-тик-тик. Тик-тик. Микки мой кебаб. Всем приятного аппетита. Так, по планам у нас пропылесосить, пока муж в душе сидит. Открою все двери, чтобы проветрить. И помою полы с хлоркой. Так, вот знаете, у него аллергия. Поэтому приходится ловить такие моменты, когда вот он в душе. Он там долго сидит. Своеводные процедуры принимает. Поэтому я быстренько встала. Говорю, о, раньше-то я это делала, когда его дома не было. А его дома почти никогда не было с ним. А сейчас, вот видите, надо пользоваться такими моментами. Обожаю вот такие облака. Такие вот фактурные, такие вот крупные. Вот так, чтобы голубое небо просвечивалось. В общем, да. Блин, лук зеленый меня прет. А еще я, знаете, что хотела? У меня наверху же этот корен, блин, когда я рядом. Укроп. Я его хочу пересадить сюда. Он там как-то вроде зеленеет, не зеленеет. В общем, сейчас пока займемся все по порядку. Уберу разные игрушки, которые вот Чарли разбросал. Вот. Сегодня как бы свежо. Это мой коврик, которым я занимаюсь. Берем пылесос в зубы и поехали. А еще пока тут пылесосил и думаю, знаете, что? Нас, если не вирус сожрет, то мы сами друг друга сожрем. Почему? У меня сегодня я вообще, я чуть не это. И смешно было, и как-то потом стало страшно даже за людей, что у всех психика разная. И есть как бы, ну, как бы, как таких людей определить? В общем, со слабой психикой или еще что-то. Я сегодня с Чарли когда на пятачке гуляла, вот. И там, значит, женщина, она вот в этом магазине закупилась. Идет, значит, такая женщина, больше даже уже бабулька, чем женщина. В маске, значит, идет она в этой. Маска у нее так перекошена. И я навстречу иду. В общем, ну, я ее начала обходить. Вернее, обошла в положенные полтора-два метра. И пошла дальше. Слышу, она что-то бурчать начала такая вот, что-то зладая. Я думаю, мне что ли повернулось. И она лежит мне в адрес, что-то говорит, в эту маску бурчит. Я говорю, чего? Она, ты что не видишь? Я вот это, с покупками, ты меня, а ты ко мне навстречу не обходишь меня. Я говорю, в смысле? Я говорю, я что, вас за километр должна обходить? Я говорю, положенные полтора-два метра, я вас обошла. Говорю, она, вот я иду с покупками, а ты мне идешь? А ты вот так на меня идешь? Представляете, то есть она идет из магазина. Там продавец, там другие эти, как их называют, покупатели. Их она не испугалась. Она испугалась меня с собакой, где я ее обошла, ее положенные полтора-два метра. Ну, это уже, знаете, это уже как на автомате происходит, что людей обходишь. И она, значит, это. Я такая, я говорю, женщина, вы спокойнее относитесь. Я вас обошла, не переживайте. Говорю, вы спокойно. Я ей говорю, tranquilla, синьора, tranquilla. Вот. И мне потом так, как-то, знаете, думаю, ну вот люди, если их не вирус убьет, то они сами себя сожрут. Вот. Правда. Потому что столько неадекватных людей есть, которые помешаны на этом, у которых голова едет и не в ту сторону, которые зациклены на этом, смотрят новости, видят только негатив, видят только, не знаю, не видят свет в конце туннеля. Я, что вот все жизнь, я, вот у меня позиция такая, что рано или поздно это закончится. Я вам каждый день об этом говорю, что это закончится, обязательно закончится. Если хотите, чтобы вас это не коснулось, сидите дома, обходите людей, не ходите по магазинам. Вот. Поэтому, как бы, а если уж совсем крышак едет, то, я не знаю, к психологу обратиться. Хотя я не думаю, что у этой женщины... Как-то она додумывается, что ей нужна помощь. Потому что, действительно, я с рода не думала, что со мной такое может случиться. Она говорит, только обойди меня в этой маске вот так вот, что-то там бу-бу-бу-бу-бу. Я говорю, чего? Говорю, она, надо меня обходить. Ты что, не видишь, что у меня покупок много? Типа, две сумки я вот такая несу. Не, говорю, ничего, говорю, вас за километр теперь обходить? Ой, я не могу. Да, Чарли? Нас с тобой чуть поругали, что мы не обходили. Женщину не оставили. Женщину с тобой. Вот, 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 да. Скажи, мы гуляли и гуляли. Гуляли или гуляли, никому не мешали. А эта тетка бурчит. Вот, вспомнила. Продолжаю пылесосить и палой мыть. А то хлорка не это, не выветрится. Попила кофе с финиками и с инжиром. И вы знаете, я давно уже себе отметила фильм «Заражение». Но мне его было как-то страшно смотреть, потому что все говорят, что этот фильм прям вот в точь-в-точь, что происходит с нами сейчас. И мне, знаете, как-то внутри его страшно смотреть, потому что я, наверное, понимаю, что это фильм. И его, и нельзя сказать, что вот, Оксана, это просто кино, такого не может быть. Потому что это может быть, даже, по-моему, Комаровский говорил, что если вы хотите узнать про этот вирус, то посмотрите фильм «Заражение». И вот, думаю, сейчас посмотрю, потому что и хочется, знаете, и колется. У кого такие же ощущения? Я не знаю, как, но мне прям его страшно. А вдруг он плохо кончится? А это сказали, что фильм... Нет, он обязательно хорошо кончится. Раз Чарли ко мне прибежал целоваться. Да, 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 да. Да, да, да. Все. На камеру, на камеру поцеловался. Все? Все? Все. Молодец, молодец. Все. Так что вот, кто смотрел фильм «Заражение», как вам? Сейчас посмотрю и скажу, вам понравился, не понравился. Может быть, наоборот, посмотрю, и оптимизм какой-то больше появится. Появится больше, как бы, уверенности. У меня и так она, я уверена, что все это пройдет. Ну, не знаю, в общем, в путь. А еще я вчера, мне опять адвокат, говорю, бухгалтер позвонил там насчет бумаг. Все, он мне оформляет там. Что мне там, я говорю, все нормально. Ну, помощь, которую нам обещает государство. Вот, пока я искала эти бумаги, смотрите, что я нашла. Чали, уйди. Сканворды, прикол. Не знаю даже, откуда они у меня взялись, с какого года. Но вот у меня сканворды есть. Так что можно заниматься. Но я уже, наверное, все забыла. Я раньше очень любила отгадывать вот эти сканворды, кроссворды. Но сейчас у меня, наверное, в голове, хотя вот вижу, что кое-что, может быть, мозг и вспомнит. Так что смотрите. И вот достала. Ручку вот там у меня есть. Может быть, и займусь. Вот, играть ему давайте. Играть ему давайте. Так что все, вперед. Из песни, как говорится. С Богом пошла я смотреть нашу ситуацию. Слышите, даже чихает, как сейчас. Смотрите, как я пытаюсь фильм посмотреть. Компьютер вообще сегодня не тянет. Он вообще не тянет никакой фильм. Надо вот это крутить, крутить. Телефон достала. Там вроде бы есть 5G. Есть 4G. Теперь вот 5G. У меня есть интернет 5G. Но поддерживает его только телефон. Уже телефон. Потом вспомнила про планшет вот этот. Вроде бы тянет. Короче, я уже целых, наверное, час с лишним не могу полчаса фильма посмотреть. Меня уже это бесит. Вроде бы здесь нормально. Посмотрим. А так буду в телефоне смотреть. Вообще сегодня, я не знаю, интернет или что. Но там ничего не тянет. Смотрела сериал. Я знаете, какой я смотрю сериал? Закрытая школа. Вы представляете? Вообще невозможно было посмотреть целый день. В общем, дождик пошел опять. Что за день? Куда ты пропал? Все, все. Побежала смотреть. Посмотрела фильм. Одно скажу. Ожидала большего. В общем, фильм. Слава Богу, что это фильм. Потому что, да, очень совпадает, что и руки мыть, и вирус вот так распространяется. Но, в общем, кому интересно, посмотрите этот фильм. И хорошо, что это фильм. В общем, вы меня поняли, да? Погода у нас не ахти. Пошла я заниматься. У меня как раз по времени нужно спортом заниматься. Но на крышу не пойду, потому что дождь, все мокро. Все сыро. Ой, сколько низперы понес. Мушмала. У нас сейчас сезон мушмалы начался. Надо клиентку мою спросить. Она как раз собирает ее. Ну, вот они выращивают, скажем так, у них сады. Вот. Хотя работа-то как она работает, если дожди. Ладно. Все, больше дождей не будет. По крайней мере, в течение 10 дней. В общем, вывод один. Мы с этим справимся. А я пошла спорт заниматься. Все, я сделала процедуры. Позанималась. Друзья, не забываем на карантине ухаживать за своим лицом. Не только лицом, но и за руками. Потому что руки мы сейчас очень часто моем. Пользуемся всякими там алкогольными замазками, намазками, чтобы ручки наши обеззаразить. И они очень сильно сохнут. Поэтому масочки, херасочки для ручек тоже надо делать. Вот. Вообще, какого-то доктора или кого-то слышала, что знаете, как надо за руками ухаживать? Нужно перед сном распарить 5 минут руки. Обмакнуть влагу, намазать кремом обильно и идти спать. Только так крем воздействует на вашей ручке. У меня, кстати, были перчатки специальные. Я покупала... Где же я покупала? Не Арифлейм есть, а вот другое. У нас Арифлейм... Ариф, подождите. Арифлейм нет. Фаберлик. Не Фаберлик. У нас не... А, по-моему, Арифлейм. В общем, не Фаберлик точно, другое. Арифлейм. Есть еще тоже по каталогам, когда надо заказывать. У нас девочка одна заказывала. Вот мы у нее заказывали. Я эти перчатки для сна. Именно вот, чтобы их кремом намазать. Надо, кстати, их поискать. Они у меня где-то, по-моему, там лежат. И ручки намазать. Потому что у меня сохнут очень руки. Когда работала, потому что работала, постоянно на воде были руки. А сейчас не работаю, но постоянно их мою. И постоянно этими всякими энерджайзерами мажу. Вот. И тоже сохнут все мои ручки. Так что не забываем. Что такое отваливается от меня? От меня кожа отваливается. Жиры бы лучше отваливались от меня. Знаете, вот неохота так заниматься. Ни утром, ни вечером. А знаете, как я себя мотивирую. Думаю, блин, Оксана, ты лежишь на диване целыми днями. Ну, так громко сказано. Лежу на диване, конечно. Но жиры, жиры. Так столько трудов тебе досталось, чтобы их убрать. А из-за твоей лени сейчас и все. Я прям сразу стою, иду. А спорт, это как, знаете, как и еда. Приходит во время, аппетит приходит во время еды. И спорт также. Я включаю, и уже на второй минуте все. Я уже энерджайзер. И уже все. А завтра вообще легко будет тому, что у нас Сомба онлайн с нашими девчонками будет. Так что все здорово. Жизнь налаживается. Надеюсь. Посмотрим, что там по телеку будет у нас завтра. А сейчас пойду, наверное, в ютубчике полазлю. И у меня сегодня последний герой по телевизору. Так что пойдем отдыхать. И поужинаю сейчас что-нибудь. Может быть, яблочко какое-нибудь запихну в себя. Или еще что-нибудь такое. Посмотрим. И спать. После последнего героя. Вот так вот карантин. Знаете, привыкнем к карантину, а потом еще и на работу не захотим. Ой, я на работу, если честно, боюсь идти. Потому что все мои клиентки обрастут. У них будет... У них не так, как они обрастут волос, как у них будет седина идти. Там, я не знаю. Жесть. Даже уже боюсь этого выхода на работу. Ничего, привыкаем. Как вы там живете, поживаете. Я вообще сегодня Путин опять что сказал-то до мая, что ли? Карантин. Все, трындец, капец. Тоже карантин. Вы сидите вообще на карантине? Или как вот прям сидите, сидите. Никаких прогулок, никаких там хождений за хлебом. Вот раз в неделю в магазин. Вот как надо все, да, делайте. Или так вот. Чарли там с мужем разговаривает. У них свои разговоры. Он пытался ко мне прийти пару раз, пока я занимаюсь. Но я этого не допустила. В общем, да, друзья. Вот такие вот у нас с вами делишки. Встретимся с вами завтра. Не болейте, будьте здоровы, аккуратны. Сидите дома. Всего самого лучшего. Все пройдет обязательно. Все пройдет. Жизнь наладится. Впереди лето, море, пляж, солнце. А пока посидим дома. Чем больше мы будем сидеть дома в плане народа, тем быстрее все это закончится. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok